И снова здравствуйте, всем привет! Итак, вот сделал я вот такой дом Мортона. Так, английская H. Вот тут скачанная кровать, скачанный стол. Можно еще что-то поставить. Так вот там потолок. Можно здесь еще чердак сделать. Пустоту какую-нибудь, если нужно будет. Так, в принципе, что? Да, вот такой вот простенький, значит, домик. Для короткой такой сценки, я думаю, само то. Съемка, если будет с какого-то ракурса, видите, можно убирать какие-то, значит, стены. И вот это все дело, значит, делать съемку. Вот так вот. Так, Alt-H. Возвращаем все это дело. И что хотелось бы в этом ролике сделать, это настроить стекла вот эти. Давайте выберем, значит, стекла. И зайдем в шейдеры. Добавим New. Удалим. Не нужно вот этот шейдер. Так, прибавим немножко, чтобы вы видели, что будет. Значит, ролики уже по этой теме были, так что тут не столько новое, если кто-то смотрит канал, информацию, да? А сколько просто, как конспект и как происходила, значит, подготовка к той или иной сцене. Так, теперь заходим в Add. Находим. Так, что у меня на русском? На английский переводим, так. И пишем Shader. Mix Shader добавляем. Следом добавляем. Что у нас там? По-моему, Emission. Так. И следом, значит, у нас, какая штука будет? Transparent. Transparent BSDF. И в принципе, я думаю, этого должно хватить. Так, это все дело подставляем, подключаем. И ставим здесь настройки материала. Ставим Alpha Blend. Так, здесь не эмиссия, а значит, глаз BSDF. Давайте глаз найдем. Глаз BSDF. Вот он. И сюда его подсобачим. Так, и получается у нас вот такое вот стекло. Видите, что внутри уже видно обстановку. Ну, а здесь уже регулировка. Roughness где-то на троечку. Ну, и прозрачность, значит, вот этим факом регулируем. Больше прозрачность. Можно мутное стекло сделать. Можно более такое светлое. Ну, 500, думаю, хватит. Так. Ну, вот такая, значит, настройка. Здесь, значит, смотрите. Верхнее отдельное. Нижнее тоже отдельное. И вот по одному, значит, стеклу здесь. Для чего? Ну, вот это я потом могу объединить с этим стеклом. А здесь будет у нас, значит, он же ствол должен стекло вытащить. И здесь сделаем, сейчас сделаем, как разбитое стекло, текстурку. Так, заходим опять же в шейдеры. Находим вот эту штуку. Эту штуку, связку копируем, копии. И просто так, делаем new и past. Или control-v. Так, delete. Так, это и есть такое делают. Так, здесь ставим тоже alpha-blend. И уже она не конючит, да? Ну, и сюда тоже, на нижнее стекло, то же самое делаем. New, вот это значит, delete, control-v. И подставляем, и ставим опять же alpha-blend. Так. Вот. Ну, а на это стекло добавим новую текстуру. Вот это дело удалим. И добавляем другую связку. Это будет значит, добавляем текстуру, текстура, имейдж текстура. Добавляем опять же, так, давайте, control-v. Не работает, да? Ну, ладно. Так, control-v. Работает. Так, теперь, вот это удалим. Сразу выберем mix shader G, потому что он уже есть. Сразу transparent BSDF. А вот глаз удалим. Удалим глаз BSDF. И добавим эмиссию. Так, добавляем эмиссию. Подключаем на shader. Это подключаем на surface. Color подключаем на эмиссию. И добавляем еще coloramp. Coloramp. Coloramp подключаем к факу Color. Бэмс. И значит, картинку подключаем еще к Coloramp. И ставим здесь альфа-бленд. И добавляем картинку. Это будет текстуры. Разбитое стекло. Вот так оно выглядит. Так, что нужно сделать? Поменять, значит, вот эти цвета. На белый ставим черный. На черный ползунок ставим белый. Так, теперь, видите, прозрачность. Давайте я поменьше так сделаю. Прозрачность есть. Стекло видно, что разбитое. Но не видно полностью вот этих деталей. Да? Добавляем. Давайте вот так вот раз. Посмотрим сейчас. Добавим, значит, эмиссии побольше. Ну вот так. И значит, так, Coloramp. Можно вот еще поближе черный ползунок подвести. И в принципе, вот у нас разбитое стекло. Вот так оно выглядит. Так, единственное, что вверх шейдер, это мутновато. Давайте по большему прозрачность поставим. 600. Так, ну есть такое дело. Так, зайдем в хату. Вот такая, значит, хата. Можно еще подоконники тут поподелать, да? Или какую-нибудь окантовку. Так, и вот у нас, значит, стекло. И вот там будут, значит, противники. Он с ними будет ругаться, старик Мортон. Давайте сюда закинем теперь старика Мортона. Файл. Линк. И находим старика Мортона, который стреляет. Находим его коллекцию, коллекцию. Так, заводим его в хату. Делаем ему S. Уменьшаем. Так, стенку заднюю пока аж можно удалить. Выберем, опять же, нашего персонажа коллекцию. Приподнимем его. Сделаем еще поменьше. И подведем. Подведем его. Так, можно еще вот эту стенку пока убрать. Подгадаем его по нашему стеклу, окну. Так, теперь, когда он будет стрелять, ствол должен быть у него в этой дырке. Так, МКС. Еще уменьшим старика. Вот верстки, да? Так, во. Нормально так. Можно его еще перекрутить будет. Допустим, если он семерка на лампаде, пусть он вот так вот стоит. Тут у него вариантов много. Так, семерка. Так, зайдем опять же в хату. И видите, теперь он может так. Теперь он может С стоять вот так вот. Вот туда стрелять. Так, а ну-ка. Вот так. И тогда съемка уже будет так производиться вот в таком варианте. Старика Мортуна видно, разбитое стекло видно, звон стекла будет добавлен. Сначала стекло будет целое, вот это верхнее, а потом может, или можно давайте попробуем как бы прописать это стекло, да? Так, а где же его можно тут прописать? А прописать его наверное можно. Так, а ну-ка, эмиссию так вот здесь эмиссия пускай стоит, допустим, я его могу сделать вот светло, да? Вот так вот. И убрать, допустим, эмиссию ну как будто стекло так ну вот таким вот образом, да? А ну-ка, прописать эмиссию могу? Нет, не могу, да? Печально. Ну, в принципе, можно сделать два одинаковых кадра и просто один кадр наложить при монтаже наложить один кадр на другой и получится, что стекло было целое, а потом будет, значит, разбитое. Так, ну как бы так вот, да? Вот таким вот образом. Все это тоже обыграется, сделается. Ну, давайте посмотрим, что вообще получилось. Иди, нафиг, да? А ну, когда-то поближе. О, тут он разбил. Бац, бац. так, смотрим, как у него винтовка идет. Так, вот здесь он ее разбивает, стекло, и, значит, должен немножко быть вот здесь вот он. вот здесь он уже разбивает. Раз, так, бац. Вот здесь он ее бьет. Вот, раз, а тут он уже целится. Так, и когда целится, надо его, наверное, уменьшить вот эту вот стукенцию, поворот. Ну, нужно семерка на лампаде, а ну-ка, R, все-таки его подогнать, да? Вот. И если еще G подвернуть, то вот он уже попадает в отверстие нормально. Так, и что у него там? Бац, бац, идет, да? и получается бамс, бамс. Нормально. Так, потом бандиты по нему стреляют, стекла разбиваются, в принципе стекла можно будет потом поудалять, и значит, что? Уже будет здесь персонаж лежать, а ну-ка, вот, ноги еще подкорректировать, можно будет еще немножко S, вот там где-то уменьшить, но это уже при съемках будет сделано. Так, а ну-ка, все значит пока работает, все пока нормально. Так, давайте посмотрим теперь как будет сцена выглядеть, где он будет мертвый лежать, то бишь в отрицательном таком состоянии, да, это значит link, так, старик, мордон, коллекция, коллекция, так, G, S, S, вот так вот где-то, так, семерка на нам паде, R, все это дело надо перекрутить, G, как-то вот сюда наверное, вот таким вот образом, смотрим, чтобы он на полу лежал, проверяем его анимацию, так, здесь у него, вот он падает, здесь вот он стоит, тогда, пардоньки, вот так он должен стоять, и потом получается он падает, бац, 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 в него попали, все, вот он лежит, да, лежит-то он хорошо, и как раз если мастерсон будет заходить, он увидит его ноги, ну, здесь можно обыграть его, потом чуть-чуть, значит, перекрутить, чтобы мастерсон реально увидел его ноги, так, delete, это все понятно, все работает, так, у меня тут опять какая-то закалюка, надо подкрасить, или отзеркалить, так, значит, что еще, нужно вот эту дверь сделать на кости, давайте зайдем в add, включим арматуру, сделаем арматуре, так, viaport display in front, так, n-panel, вдруг кому скрин-коскейт понадобится, и вот она у нас есть кость, так, вот это я пока подключаю аж, так, эту стенку оставлю, а вот эти можно пока даже и скрыть, так, здесь будем делать каким образом, значит, g, подставим одну кость, значит, вот сюда, поближе, да, теперь, значит, от этой кости E, а, это, пардон, это в edit mode, E, отведем одну косточку, сделаем alt-p clear-parent, так, подведем ее, как бы, где будут петли, да, так, и shift-d, можно на одну кость, конечно, дверь настроить, ну, давайте на несколько, как будто, реально тут петли, shift-d, и тогда, вот это, shift-d, и S, делаем одну кость побольше, вот так, так, эти две косточки вяжем к этой, ctrl-p, keep all set, а эту кость вяжем к этой, ctrl-p, keep all set, так, есть такое дело, ну-ка, попал, попал, все, ну-ка, все, значит, кости в двери, заходим в object mode, выбираем нашу дверь, выбираем кости, делаем ctrl-p, white automatic widget, выбираем кости, заходим, pause mode, выбираем кость, управляшку, семерка на рампаде, делаем R, так, дверь открывается, да, нормально открывается, вроде бы пойдет, и теперь отключим, этой двери, значит, какие-то, ротации, да, а ну-ка, только будет по оси X, она открываться, закрываться, и не будет нам теперь парить мозг, да, вдруг там где-то она в бок ушла, там еще что-то, вот открывается, вот что так, открывается, не корежит ее, все нормально, так, выбираем alt, G, alt, R, закрытая дверь, так, теперь вот эта штука, кость, так, наверное, чуть-чуть сюда, и значит, чуть-чуть ее вперед, выведем вот так, так, сверху она находится в этой рамке, так, открываться будет, все нормально, ну, в принципе, вот и вся подготовка, теперь N панель, так, а ну-ка, N панель, заменим кости, это значит будет, пускай будет finjer, это пусть будет, так, ну, вот эти кости пусть будут уже сферами, так, сферы, вот так я их поставлю, и в принципе цвет им не нужен, единственное, цвет вот этой косточки нужен, да, находим бонгруппы, добавляем группу, добавляем цвет красный, чтобы ее видеть, decision, и можно сделать потом анимацию, допустим, открытия двери, но это уже под мастерс, она подгадать, и все будет открываться, все будет зашибись, заходим вот тут мод, делаем alt-h, возвращаем все детали, и смотрим, что полы есть, все это есть, осталось теперь, вот этот дом, закинуть в локацию, и уже там, на этой локации, значит, делать съемку, вот это, компоновать сцену, можно тут, конечно, еще понаставить, у каких-то там ведер, там еще что-то, там картинки какие-нибудь повесить, там они же, фотографии семейные, допустим, над столом, там еще что-то, ну и будет все зашибись, два окна достаточно, раньше так и делали, наверное, минимум окон, стекла были дорогие, наверное, если вообще они были, ну вот, такая информация, вот такая подготовка, если кому-то интересно, и нужен вот этот вот дом, качайте его в группе, там уже много чего есть, можно сделать прям неплохой мульт, все, всем пока, до свидания.